здравствуйте дорогие друзья рад вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана и сегодня мы с вами будем дегустировать наш первый сидр вообще сидр отделе на самом деле очень широкая тема и скажем так технологий там очень много различных но это был такой первый вариант самый пробный вариант и скажем так ускоренный мы взяли яблоки в первом видео про сидр вы спрашивали какие сорта яблок мы использовали те которые были у нас яблок нет нас яблоками угощают потому вот какие были яблочки такие мы и взяли и вот здесь частично яблоко и груша он у нас немножко побродил потом я его разливала в бутылке на плотности 1015 на самом деле эта плотность большевата в норме разливать на плотности 1008 1006 но я решила попробовать сделать именно таким образом вообще посмотреть что у нас получится брожение в бутылке у нас было при низкой температуре при температуре 12 градусов и длилось чуть больше месяца конечно газация на сегодняшний день она не сильно и я пока еще не пробовала но предполагаю что там будут остаточная сахара потому что она она видно по газации но смотрите я вот изначально наливала в бокал и практически не не было видно пузырьков а теперь вот они пошли пузырьки тоже по моему в первом видео когда я рассказывал про сидр и был комментарий что ой нельзя держать при холодной температуре ничего не загазируется не закарбонизируется как раз таки правильно держать при низких температурах почему если мы конечно хотим очень быстро получить какой-то результат да мы можем держать там при 20 градусах но если у нас многовато было сахаров то да мы где-то не подрасчитали можем словить то что у нас порвутся бутылки но если пластик может это не страшно если стекло то он на самом деле ничего хорошего в этом нету создается слишком высокое давление что происходит при низких температурах брожение идет медленно и углекислый газ он растворяется вот то как я изначально налила в бокал и не было газиков а потом они стали появляться вот это тот самый растворенный углекислый газ так вот когда температура низкая будет мелкий пузырек его будет много и пена потом она тоже будет стабильнее и вообще сама по себе газации будет стабильнее поэтому правильнее осуществлять вот это вторичное брожение при низких температурах порядка 15 градусов у нас сейчас в подвале 12 значит бродит при 12 что касается времени смотрите ну вот у нас прошел месяц я решила попробовать что получилось понятно что можно держать больше можно держать потом и насадки то есть вот от того сколько мы будем держать также будет зависеть конечный результат ну вот сейчас нюху бокал там чистый такой яблочный запах кстати в процессе брожения в какой-то момент это вообще была самая наша первая партия который мы тренировались измельчать я про это показывала рассказывала и в какой-то момент я попробовала сосла мне показалось что там есть какой-то запах гнильцы такой вот ну что-то неприятное и на самом деле боялась что ну эта партия не получится но сейчас запах по крайней мере запах абсолютно чистый ну а теперь поговорим про вкус конечно вкус вашего конечного продукта будет очень сильно зависеть от тех яблок которые вы используете мы поговорим про это отдельно какие яблоки лучше использовать какие может быть не очень кстати все делалось без воды и без сахара тоже писали что нет без воды никак невозможно сделать будет слишком кисло повторюсь да все зависит от того сырья которое мы используем яблочки здесь они были такие кисло-сладки до груш порядка 20 процентов и вот знаете что я вам скажу что вот кислоты мне кстати здесь и не хватает напиток вообще мягкий то есть кислоты не чувствуется абсолютно при том еще не шло яблочное молочное брожение скорее всего да и кислота особо не понижалась тем не менее чуть-чуть вот кислоты не хватает мне по крайней мере да с моим вкусом при этом я говорю что есть какой-то остаточный сахар его тоже не сильно чувствуется это такой мягкий нейтральный напиток но понимая по степени газации то есть я предполагаю что он есть опять же вот вот я стою да вот у нас газики еще появляются газации мне тоже немножко не хватает то есть да легкий такой пузырек есть он так очень мягко щипет за язык очень мягко и хотелось бы немножко больше но опять же мне просто надо было подержать несколько больше месяца 2 может быть и 3 при такой температуре и газация была бы сильнее ну мы пробуем да мы пробуем различные варианты при этом тоже используем и разное сочетание яблок груш где-то берем грушу дичку то есть здесь надо экспериментировать то есть мы пробуем различные варианты вот этого самого обогащение сидра углекислым газом и методик может быть очень много повторюсь можно вот еще такой неосветленный сидор кстати по осветлению да смотрите достаточно чистый напиток один раз снятый всего лишь сосатка получилось вполне неплохо то есть можно неосветлены на своих остаточных сахар а заливать бутылки можно ждать окончание брожения добавлять сахаром заливать бутылки можно ждать вплоть до весны добавить сахар добавлять дрожжи заливать бутылки, то есть технологий на самом деле много и мы будем пробовать каждую пока это, повторюсь, такая вот проба пера и понимаю, что держать можно вполне дольше но есть еще одна бутылка, мы ее поддержим ну кроме того, я вам уже говорила что здесь многовато было сахаров да, и вот если сахаров многовато, все-таки холодное помещение, оно может нам обеспечить сохранность бутылки в теплом не исключен взрыв, на самом деле ну вот эти бутылки с бюгельной пробкой они, чем хороши, пробка немножко может пропускать если давление избыточное, но в таком случае это может быть с благом, ну и сам по себе вкус такой, в нашем случае довольно нейтральный, чувствуется чуть-чуть яблочко, нотки, чувствуется чуть-чуть грушки, повторюсь, никакой кислоты, которая бы мне что-то разъедала, несмотря на то, что яблоко было такой вот ну когда кушаешь, да, оно сладкое и кислое если есть совсем такие яблоки, нейтральные да, то здесь в яблоке была нормальная кислота но груш было порядка 20% поэтому работать с кислотой, да, можно именно при помощи смешения различных сортов яблок, добавления груш и так далее не обязательно разбавлять водой вот если бы я это разбавила водой, я думаю что это были бы помои, честно ну напиток так, он достаточно нейтральный, конечно я предполагаю что если бы он у меня созревал больше, то и больше проявилась бы ароматики, но вот в таком молодом состоянии я могу предположить, что кому-то захочется попробовать именно скажем так, ускоренный вариант да, от того, что получилось так вот, ну и если разбавить водой, получится проще вылезть, честно, да вот я просто вижу и оцениваю тот результат, который получился ну опять же, постояло бы больше было бы чуть больше спиртовой составляющей, хотя изначально яблоки были один с половиной брикс, то есть понятно, что это там порядка пяти с половиной, ну не будем вдаваться в точные расчеты, пяти с половиной процентов алкоголя, такой алкоголь он не чувствуется, но тем не менее все равно вот это вот гармония сахар, алкоголь, кислота, да это все в дальнейшем формирует вкус, ну плюс конечно же ароматика и вот кстати, знаете, что интересно вот я стою с вами, разговариваю да, потом еще пробую глоток и напиток меняется немножко вот больше начинает раскрываться ароматика я знаю, что это свойственно виноградным винам, но даже вот таким более простым напитком оказывается это тоже свойственно, да, первый глоток он один по вкусу второй глоток он второй по вкусу вот чуть-чуть еще оно постояло, да и вкус тоже другой и кратенько скажу для тех, кто хочет в сидрах оставлять сладость мы будем говорить обязательно об этом отдельно вообще и о методах газации сидров сделаю отдельное видео но кратенько можно сказать, что в принципе вот если месяц держать в холодном помещении даже чуть больше, то у нас еще будут вот эти самые остаточные сахара, но мы понимаем, что долго мы держать не сможем, потому что процессы идут, газация идет, выработка сахара идет ну и в какой-то момент она может все-таки выработаться полностью ну подводя итог первым результатом я очень довольна, но тут огромнейшее просто огромнейшее поле для деятельности, как в использовании различного сырья, так и в использовании технологий так что мы будем продолжать, но конечно будем делиться с вами своими результатами ну я думаю, что следующую бутылочку мы откроем где-то еще через месяц и опять же посмотрим вот этот уровень газации, насколько он будет и тоже я вам расскажу, что же у нас получилось ну а на этом я с вами прощаюсь, большое вам спасибо за просмотр подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео нажав кнопку еще я вам оставлю ссылку на плейлист по сидроделию я вам оставляю ссылку на плейлист по виноградному виноделию также ссылку на каталог наших сортов винограда и мои контакты и до новых встреч!